В последние дни мы имеем возможность наблюдать, насколько сильно российские басни о величии картонных танков и мультипликационных ракет отличаются от реального положения вещей. Путинская шайка, которая заправски грабит собственный народ, параллельно вешая ему лапшу на уши о том, что нужно посильнее затянуть пояса, в один миг столкнулась с непреодолимой преградой. Увлекшись военными бесчинствами на территории сирийской провинции Длиб, карликовый правитель Сея Московии и его дружок Асад совершенно оторвались от реальности. После того, как США перестали принимать активное участие в сирийском конфликте, Путин возомнил себя великим полководцем, летящим вдаль на допотопных Су-24. Однако эту картину быстро поправил Реджеп Эрдоган, наглядно продемонстрировавший, как надо воевать с российскими наемниками. С момента абсолютно идиотской атаки на турецких военных, вооруженные силы Анкары открыли опустошающий огонь по позициям путинских прихвостней. Долгое время Эрдоган пытался свести к минимуму активность своих солдат на территории провинции Длиб. Его задача – установить буферную зону и обеспечить мир в этой местности. Тогда поток сирийских беженцев иссякнет, а Турция сможет обезопасить себя от варварских выходок Кремля. Однако, сколько дураку не объясняй реальное положение вещей, вразумит его только точный удар по лысой башке. Именно так и вышло с господином Пукиным и его мальчиком на побегушках. Сейчас уже всем очевидно, что российский конек-горбунок по имени Вова был абсолютно не готов к столь жесткому ответу со стороны Эрдогана. Он лелеял надежды, будто без прямой поддержки НАТО у Анкары не будет шансов на успех, ведь воздушное пространство якобы надежно защищено российскими системами ПВО. Вот только турецкие военные, обладающие сверхсовременными образцами вооружения, думают иначе. И при первой возможности они быстро продемонстрировали, что такое современная военная операция. Пока деревянные ЗРК путинского режима ожидали увидеть в небо широко распространенные F-16, Анкара отправила на границу с Сирией высокотехнологичные беспилотники. Целая армия дронов буквально стерла с лица земли тысячи наемников Асада и поклонников ботоксного царя. Огромное количество видеоматериалов доказывает, что турецкие войска пачками ликвидируют вражеские опорные пункты, технику и живую силу. Ничего не подозревающие боевики с татуировками Путина на пятой точке внезапно обнаруживают себя в самом центре огненного шоу. При этом точность попадания у беспилотников настолько велика, что они будто ластиком стирают очередную партию целей, избегая жертв среди мирного населения. Однако все это мелочи по сравнению с тем, как дроны уничтожают хваленые системы ПВО, сделанные в России. Новейшие образцы техники, вроде ЗРК «Панцирь», даже не успевают понять, откуда прилетел подарок в виде умного снаряда «Мам-Эль». В противостоянии с вооруженными беспилотниками «Анка» расфуфыренные ПВО Путана Стана оказываются просто слепыми. Ярким доказательством очередного превосходства турецких дронов является видеозапись, на которой показана ликвидация ЗРК «Панцирь». В ролике четко видно, что система ПВО активна и пытается отследить воздушные цели, но это никак не мешает ударному беспилотнику отправить российский металлолом на свалку. И это не единственный случай, ведь министр обороны Турции сообщил, что только в первый день проведения военной операции было ликвидировано сразу несколько ПВО российского производства. Так что же мы имеем в итоге? Путинские фанаты русского мира оказались в настоящем шоке от возможностей Анкары. Они действительно верили, будто Эрдоган способен дать под хвост лысому лепрекону лишь при поддержке НАТО. Однако турецкий лидер прекрасно понимает, что рассчитывать нужно в первую очередь на себя самого. Поэтому в последние годы Анкара активно разрабатывала специализированные дроны, которые обеспечивают наблюдение, разведку и ликвидацию военных целей. И ставка Эрдогана оказалась верной, ведь его беспилотные аппараты повергли в ужас российских наемников и сирийских преступников Асада. Им остается только танцевать под гармошку, ожидая неминуемой встречи с новейшим вооружением Анкары. Вот это поворот, вот это сюрприз для зажравшихся покемонов Путина. Но ничего, сейчас пояса до хребта затянут, наклонятся пониже и тут же победой запахнет. Главное в небо не смотреть, откуда опускается карающая длань Анкары. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok